ДИАГНОЗ Разбивают носы и ломают руки, где самые опасные тротуары в городе. Череп размером с кулак в Вятском палеонтологическом музее открылась новая выставка. В городе и области продолжает расти число заболевших ОРВИ и гриппом. На прошлой неделе за помощью к медикам обратились больше 10 тысяч человек. Но не все они согласны с поставленным диагнозом. Людям кажется, что врачи ставят неверный диагноз ОРВИ в то время, когда налицо симптомы гриппа. В чем разница этих заболеваний и стоит ли переживать, у специалистов спросила Екатерина Зубрева. Марине Новоселовой, как и многим этой зимой, понадобилась помощь медиков. Высокая температура и головная боль застали ее врасплох. Врач выписала лечение и отправила Марину на больничный. Но девушка не согласна с поставленным диагнозом. Она считает, что у нее не ОРВИ, а грипп. Я заболела, у меня была очень высокая температура. Я пришла к врачу. Она мне сказала, что у меня ОРВИ, выписала мне лечение. Предварительно меня не направили вызывать анализы. Я очень беспокоюсь, что я буду лечиться абсолютно не от той болезни. И таких сомневающихся, как Марина, много. В сети люди обсуждают, почему врачи так редко ставят диагноз грипп. Сами медики объясняют, грипп – это одна из разновидностей ОРВИ. При этом одна из самых опасных и коварных. Поэтому грипп выделяют отдельно. Но врачи ставят обобщенный диагноз, исходя из симптомов, с которыми приходит пациент. Не надо думать, что мы его не ставим, потому что мы боимся его ставить. Это неправильно. То есть врач оценивает ситуацию. При подозрении на грипп мы госпитализируем. И там уже врачи-инфекционисты берут анализ, подтверждают либо исключают. То есть анализ на грипп делают только тем, кто был направлен на госпитализацию. Хотя, признаются врачи, спутать грипп и ОРВИ достаточно легко. Однако различия всё же есть. При гриппе болезнь развивается молниеносно. Температура достигает 40 градусов. При этом насморк и кашель чаще всего появляются только на третий день. В то время как при ОРВИ вначале заболевает горло, температура не поднимается выше 38 и легко сбивается. Однако, несмотря на диагноз, первоначальное лечение будет одно и то же, утверждают медики. И там, и там противовирусная терапия. Антибиотики? Антибиотики, когда уже идут осложнения после вирусных инфекций. А такое может быть. То есть если человек начинает самолечением заниматься, не своевременно обратился в поликлинику, то, конечно, могут развиваться какие-то... Антибиотики спускаются ниже. То есть трохииты, бронхиты, вплоть до пневмонии могут. Тогда уже антибактериальная терапия. При этом, если состояние человека не является тяжелым, врачи не обязаны госпитализировать его и направлять сдавать анализ на грипп, подтвердили в Роспотребнадзоре. Нет необходимости обследовать всех без исключения. Обследуются тяжелые случаи, беременные обследуются в обязательном порядке, обследуются лица из групп риска по заболеваемости гриппа. Также в Роспотребнадзоре рассказали, что в Кирове заболеваемость ОРВИ и гриппом превышает эпидфорог на 4,5%. На карантин закрыты 79 классов в 24 школах области, в том числе в 17 школах Кирова, а также 23 группы в 22 детских садах. Поэтому специалисты советуют не пренебрегать мерами профилактики и при первых симптомах обращаться к врачу. Екатерина Зубарева, Данил Кочкин и Антон Мамаев. Бюро новостей Дайвича. Вручали как подарки. Сегодня пациентам 5-й поликлиники на Московской 6 с порога выдавали бахилы. Причем бесплатно и каждому лично в руки. Такая внимательность со стороны медперсонала удивила постоянных посетителей учреждения. Обычно, говорят, такого не бывает. Но таким образом, по словам самих врачей, они готовятся к приезду в поликлинику, исполняющего обязанности заместителя председателя правительства области Дмитрия Курдюмова, который, в свою очередь, по неофициальной информации, тоже готовится к возможному приезду министра здравоохранения России Вероники Скворцовой. В областном Минздраве эту информацию пока подтвердить или опровергнуть не смогли. Героиня нашего следующего сюжета, пенсионерка Нина Зырянова, у медиков тоже была, точно зная, дело худо. И все из-за прогулки, что называется, в двух шагах от дома. Чудом отделалась лишь ссадина и ее соседка. Что произошло и какие именно опасности поджидают горожан на улицах города, расскажет Дмитрий Житарчук. Без острой надобности на улицу соседки по дому на Преображенской 103 Нина Зырянова и Мария Прокошева уже не выходят, боятся. Благо, что магазин рядом, а вот до ближайшей остановки с риском для жизни уже не дойти, уверены пенсионерки. Путь к ней здесь один. Через улицу Горбуновой, затем через вот эту ледяную горку в начале тротуара. А ведь именно там, за этим холмом, на тротуаре из снега и льда, у них и поликлиника, и аптека, и общественный транспорт. Но как тут пойдешь, если в гипсе пожилому человеку еще полтора месяца ходить? И то, если все срастется, переживает Нина Зырянова. И ладно бы, если случайность, опыт подруги доказывает, опасная закономерность. Я бы чуть подскользнулась, я потом уже остановиться никак не могла. Я уже, так говорится, пахала уже в ножу. Если бы машина спахала. Да. Ну я вся-вся была в крови, я ничего потом уже не видела, меня поднимали. И это при том, что в доме, где живут пенсионерки, женская консультация, недалеко управление ГИБДД, люди, одним словом, здесь ходят постоянно. Я звонила везде, и Васильеву, и женскую консультацию. Женщина, неделю перед этим поднимала, упала женщина беременная здесь. Главному врачу вот два дня назад позвонила. Я говорю, что этот вопрос до сих пор решается. Звонить Игорю Васильеву сегодня могут и жители дома на Валдарского 209. Правда, только те, кто не любит экстремальные виды спорта. Пешеходная дорожка здесь, у школы номер 20, уже давно превратилась в трассу для сноуборда. Спускаться можно и на лыжах, кому как удобно. Вот только без специального снаряжения ходить тут точно проблематично. Кроме того, по этому тротуару люди из ближайших домов в детскую поликлинику добираются и до ближайших остановок на Милицейской. А территория, судя по всему, как и на Преображенской, не придомовая. А значит, введение территориальных управлений. А звонить губернатору сразу в таких случаях не нужно, напоминают в администрации. Есть на это другие номера. У нас ежедневно проводится объезд. Ежедневно отрабатываем все обращения горожан. Дирекция дорожного хозяйства определила телефон для работы с населением. Это 3577-42. Ежедневно с подрядными организациями ведется диалог. Вся информация до них доводится. И спрашиваем на следующий день об устранении замечаний. Общая площадь пешеходных дорожек сегодня в городе около 1 миллиона квадратных метров. Расчисткой их занимаются 24 единицы техники и 120 дворников. Не везде успевают, соглашаются в администрации. Поэтому напоминать о проблемных участках все-таки нужно и самим горожанам, считают там. Мария Прокошева и Нина Зырянова о своей беде уже всем рассказали и все еще надеются. Тротуар у их дома все-таки быстрее расчистят, чем зарастет у пенсионерки перелом руки со смещением. Дмитрий Житарчук, Антон Мамаев. Берем новостей Давича. Сегодня в Ленинском суде города Кирова продолжилось пересмотрение дела Киров-Леса. Напомню, что последнее заседание было накануне. Обвиняемая политик Алексей Навальный и предприниматель Петр Офицеров прибыли в Киров. По итогам того заседания судья избрал мерой пресечения для Навального и Офицерова подписку о невыезде из Кирова до 10 февраля. Предложение судей стало неожиданностью не только для стороны защиты, но и для прокуроров. Они буквально не нашли, что сказать и попросили 15 минут на обсуждение. После перерыва сторона обвинения все-таки поддержала суд. Сегодня же на заседании свои аргументы приводили представители защиты. Также Навальный был допрошен. А вот допрос Офицерова прервали из-за того, что у судьи была запись к врачу. Следующее заседание начнется в пятницу 3 февраля в 9 часов утра. Поверка счетчиков воды втридорога. В общественной палате Кировской области предупреждают, что в городе появилась организация, которая вводит граждан в заблуждение. Вот такие извещения кировчане начали находить в своих почтовых ящиках. В них говорится, что сотрудники некого единого городского центра обслуживания ЖКХ призывают собственников жилья провести метрологическую поверку установленных в квартирах приборов учета воды. Но по факту специалисты этой организации склоняют купить новые счетчики, говорят общественники. Причем цена за такие услуги достигает 2,5 тысяч рублей. Хотя стоимость поверки водосчетчиков, отмечают активисты, должна быть в разы меньше. Срок поверки счетчика от 4 до 5 лет, холодная или горячая вода, это все написано в паспорте. Дата поверки стоит прямо на счетчике. Надо просто быть аккуратнее. Это точно так же, как ходят, их называют мошенники, ходят, продают некоторые приборы за очень дорого по квартирам. Но по сути, вот эту же модель пытаются использовать в коммунальном хозяйстве. Если есть какие-то сомнения, как минимум надо обратиться в свою управляющую компанию. По крайней мере, управляющая компания даст какие-то комментарии. В Кировской области возросло количество смертей от онкологических заболеваний. В прошлом году от злокачественных опухолей скончались более 3 тысяч человек. Это почти на 5% больше, чем в 2015 году. Тем временем, с февраля в регионе стартовал месяц профилактики онкологических заболеваний. Об этом сообщили в региональном Минздраве. Так, 11 февраля в областном онкодиспансере пройдет день открытых дверей. Там можно будет получить оперативную бесплатную консультацию мамолога и онколога. О других новостях города и области расскажем в коротком видеообзоре. В Кирове уже начали готовиться к половодию. Как сообщает в администрации города, опыт прошлого года учтен. Уже сейчас создаются резервы материалов и средств для возможных восстановительных работ в случае большого паводка. А с автоперевозчиками города будут заключены договоры на перевозку населения и домашних животных в случае возможного затопления. Запланировано также определить места причаливания плавательных средств в зонах затопления для доставки продуктов питания и предметов первой необходимости. Кроме того, план мероприятий в период половодия предусматривает круглосуточное дежурство спасателей. В Кирове уничтожено около трех тонн санкционных продуктов тех, что запрещены к ввозу в страну. Об этом сообщают специалисты управления Россельхознадзора по Кировской области и Удмуртской республике. В ходе рейда на плодо-овощную базу на Комсомольской 12 специалисты ведомства выявили несколько партий запрещенной продукции. В частности, салат «Айсберг», яблоки и помидоры из Польши, а также гранаты из Турции. Необходимые документы на данную продукцию владелец овощей и фруктов предоставить не смог. «Тотальный диктант» пройдет в России 8 апреля. Об этом сообщает пресс-служба Новосибирского государственного университета, где проходит пятая международная конференция «Тотального диктанта». Известно, что он пройдет в субботу. Правда, в этом году изменится время старта «Тотального диктанта» по часовым поясам. Он пройдет 8, 11 и 14 часов по московскому времени. Это связано с тем, что в столице «Тотального диктанта» в Новосибирске в этом году произошла смена часового пояса. Сейчас мы ненадолго прервемся, а вот что вы увидите во второй части нашего выпуска. Снова сядут за парты. В университете третьего возраста стартовал новый учебный год. Череп размером с кулак в Вятском палеонтологическом музее открылась новая выставка. Для одних соревнования, для других обычная тренировка. Почему не все пловцы борются за награды? Вы смотрите «Давичи» и мы продолжаем. В университете третьего возраста сегодня стартовал новый учебный год. Причем бесплатно получить образование теперь могут представители старшего поколения не только областного центра, но и 10 районов области. В Кировском медицинском университете сегодня собрались преподаватели и новые студенты, а также областные чиновники. На праздники отметили, что обучать пожилых людей компьютерной грамоте в Кирове начали с 2009 года. С тех пор университет вырос, появились новые факультеты – психология, культурология, домоведение, лингвистика и экономика. В прошлом году открылись еще два факультета – основу здорового образа жизни и оказание первой доврачебной помощи. За эти годы курсы в университете прошли больше 800 человек, а в этом году студентов уже 650. Такой большой набор стал возможен благодаря получению гранта в 1 миллион рублей. И вот в связи с получением этого гранта и при поддержке правительства Кировской области мы шагнем и дальше. Вот это будет у нас и Луза, и Советск, и Уршум, и Налинск, Котельнич, ну и те наши районы, куда мы уже зашли. А накануне теперь уже бывшие студенты университета третьего возраста защищали свои квалификационные работы. Около 30 выпускников получили документы о прохождении образовательной программы. Обо всем по порядку расскажем далее. Возраст учению не помеха. В этом уверены студенты университета третьего возраста, которые решили, что сейчас самое подходящее время, чтобы получить новые знания. Курс пройден, а значит необходимо защитить квалификационную работу. Но для Анны Лысовой это не впервой. Она закончила уже пять образовательных программ и останавливаться в свои 78 лет не планирует. Это моя молодость снова. Я сейчас снова как у молодая. Я сейчас не расстанусь с университетом третьего возраста. Я прошла психологию три месяца. Компьютерную грамоту благодаря волонтерам, культурой ведения, технологии и краеведения, английский язык, основы здорового образа жизни и записалась на экономику. В Кировской области проект реализуется совместно с региональным отделением пенсионного фонда. Организатор проекта – общероссийская общественная организация «Союз пенсионеров России». На встрече подчеркнули, что условия для слушателей университета третьего возраста в Кировском медицинском вузе пришлось создавать практически с нуля. Задачи справились, но не без участия депутата Государственной думы России Рахима Азимова, который оказал финансовую поддержку. Он отметил, что такие проекты имеют важное социальное значение, а активности этих учеников можно только позавидовать. Это же тяжело язык поворачиваться, называть вас третье поколение, третьего возраста, потому что все очень активные. Несмотря на трудности, занимаетесь самообразованием. Это очень здорово. И действительно удивляюсь, и вы являетесь примером для многих молодых своей активной позицией в жизни. Для того, чтобы дополнительное образование и дальше могли получать представители старшего поколения, депутат в этом году передал университету более 800 тысяч рублей. Такая поддержка позволяет расширять границы, подчеркнули в университете. Например, открывать новые факультеты и переходить за пределы регионального центра в районы области. Анастасия Шерстнева, Александр Бабков, Бюро новостей Дайвича. В Вятском палеонтологическом музее появился новый экспонат. Теперь кировчане смогут увидеть крошечный череп детеныша париозавра, который жил примерно 2,5 миллиона лет назад. Сегодня первыми ценную находку увидели студенты и наша съемочная группа. Студент биологического факультета Сергей Колосов в палеонтологическом музее частый гость. На этот раз вместе с сокурсниками он пришел на экскурсию о химической эволюции планеты. Говорит, полезно в учебе, ведь в будущем мечтает стать лаборантом. Ну, это можно найти применение в медицине, разные родственные лекарственные растения, выведение новых препаратов. И некоторые виды, занесенные в Красную книгу, вот растения, их истребляют. А можно найти аналоги растений, сорных даже. Сама по себе экспозиция повествования, как из неживых материалов на земле зародилась жизнь, говорят организаторы. От химических элементов к моллюскам, а спустя миллионы лет к динозаврам. Но гвоздь сегодняшней экскурсии – крошечный череп детеныша париозавра, который нашли на котельническом местонахождении. Его размер не более трех сантиметров. Палеонтологи считают, это была либо еще не родившаяся особь, либо недавно рожденный детеныш динозавра. Гости музея сегодня его увидели впервые. Очень редко находятся детеныши париозавров, потому что, думаю, что когда они вымуплялись из яйца, или пока еще неизвестно каким способом они рождались на свет, может быть, и живородящим способом, они, скорее всего, уходили в какие-то зоны обитания, не способствующие их окаменению. Эта экскурсия – стандартный вариант. Такие здесь проходят часто. Но взглянуть на ценные находки приезжают студенты, ученые и туристы из других стран. Даже так на французском и английском языках здесь готовы провести экскурсию для зарубежных гостей. А все для того, объясняют организаторы, чтобы ценные находки вятской земли были известны не только кировчанам, но даже за пределами страны. Анастасия Сверчкова, Александр Брызгалов, Бюро новостей «Давича». Соревнуются без переживаний. В бассейне «Быстрица» продолжаются заплывы чемпионата и первенства Кировской области по плаванию. Всего участия в соревнованиях принимают больше 250 юношей и девушек. Но каждый из юных спортсменов сам ставит себе задачи, как по количеству заплывов, так и по их длине и стилю. Ирина Сырцева сегодня побывала в бассейне и узнала, все ли получается у пловцов. Все пловцы, которые собрались сегодня в самом большом бассейне региона, из Кирова или Кировочепецка. И все старше 11 лет. Разница лишь в том, что для одних это основные старты, а для других тренировочные. Кто-то выполняет нормативы разрядные, кто-то постарается просто улучшить свой результат, кто-то рекорды области, школы бьет. То есть у всех свои задачи, свои цели. Для Елены Пятигозовой привычнее дистанции подлиннее, например, 400 или 800 метров. Это в 50 стилем «Бутерфляй» первый из девяти стартов, которые девушка определила для себя на эти три соревновательные дня. Разминка, рассказывает спортсменка уже после заплыва, прошла удачно, несмотря на то, что пришла не первая. Но остальные старты должны получиться лучше. Хотя волнуется девушка не сильно, ведь более важные старты этого года еще впереди. Следующие соревнования будут в начале марта. Это привозовский федеральный округ, отбор на чемпионат России. В отличие от Елены, Анастасия Корзунина – спринтер. И планы на эти соревнования продолжительными тоже не были. Всего два заплыва. Из Кирово-Чепецка в Киров много не наездишься, но тренироваться надо. Правда, в итоге решила ограничиться одной дистанцией. После того, как 50 метров вольным стилем в своей десятке закончила первой. Эти соревнования, они отборочные на ПФО. То есть, чтобы поехать туда, нужно здесь проплыть, выиграть и по кандидату. Вот. Ну, это как у нас, как про стартовка такая. То есть, мы уже давно не соревновались. Все равно дух-то должен быть такой. Азарт-то должен быть как бы. Чтобы была цель, чтобы мы именно тренировались и затем на более высших соревнованиях увереннее выступали. За четверг посоревноваться успели все 275 участников. Всего же было 43 заплыва, включая эстафеты. Ирина Сырцева, Антон Мамаев, Бюро новостей «Давича». Это все, о чем мы успели вам рассказать сегодня. Напомню, что вы можете делать новости вместе с нами. Сообщайте о событиях в редакцию «Давича» по телефону 38 48 88. И на этом я с вами прощаюсь. В студии работала Светлана Калышницына. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры подогнал «Симон»